здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим она такую простую казалось бы но в то же время очень сложную на практике тему как сила мыслей или мы есть то о чем мы думаем в первую очередь в прошлой программе мы с вами говорили о убеждениях и говорили о том что наши убеждения могут подпитывать наши мысли что еще может влиять на мои мысли кроме убеждений во первых на наши мысли могут влиять там фильмы которые мы смотрим возможно наше окружение может подпитывать наши мысли может быть какая-то программы или какой-то блогер которого вы часто смотрите также влияет на ваши мысли если вы чувствуете что то что вы смотрите влияет на вас негативно или же вдруг вы обнаруживаете в себе какие-то токсичные мысли которые приводят вас ким-то внутренним колебанием сомнениями вы можете проверить пункт номер один что меня наполняет каждый день чем я наполняюсь если вам не подходит то что у вас есть вы можете как это говорят принять в качестве лекарства божьего слова и заменить то что влияет на ваши мысли также еще такой важный момент что иногда оказываясь в какой-то очень трудной ситуации многие люди начинают задавать вопросы почему это со мной происходит зачем бог это допустил в моей жизни тогда как в библии есть пример с израильским народом которых бог 40 лет водил по пустыне и в одном из текстов библии бог говорит что он ведет их таким трудным путем чтобы изменить их сердце изменить их мышление потому что если они войдут в землю обитованную теме кем они есть они просто не готовы будут это принять поэтому очень часто бог не может нам что-то дать пока мы просто не изменим свое мышление какие ошибки мышления мы можем допускать повседневной жизни даже не догадываясь об этом во первых первая ошибка мышления это фокус на негативе например вы смотрите можете даже сейчас просто посмотреть в окно и обратить внимание что же вам бросается в глаза в первую очередь возможно это какое-то новое посаженное дерево или возможно это дождь слякоть и грязь наш на чем вы фокусируетесь я помню у меня в офисе была одна коллега и когда нам приходили всевозможные фотографии из каких-то мероприятий она из 100 фотографий выбирала обязательно одну где она не получилась и рассказывала об этом всем в то время как были 98 97 фотографий где она получалась замечательно то есть вы понимаете да что это не про единичный случай это в целом про жизнь на чем человек фокусируется и что он замечает то что жизнь она всегда очень многогранна и с нами всегда происходит и хорошее и плохое но что из этого мы замечаем второй момент это сверх обобщение например у вас что-то не получилось в вашей работе допустим не получился какой-то всего лишь один момент и вы говорите у меня все не получается у меня все в этой жизни идет наперекосяк в то время как это может быть либо какая-то одна сфера жизни либо всего лишь одна ошибка которую вам нужно исправить третий момент тоже ошибка мышления это персонализация объясню простыми словами например вы собирали ваших друзей на пикник гидромедцентр обещал хорошую погоду солнечную и вдруг назначенный день вместо обещанного дождя вы выходите на пикник а там град молния дождь и вы берете всю вину на себя и начинаете себя винить я виноват что всех пригласил зачем я это сделала не нужно было этого делать но я вас предупреждаю это ошибка мышления вы не виноваты ни в чем это не зависящие от вас обстоятельства обман персонализации в том что не ваша вина воспринимается как ваша и так почему очень важно работать со своими мыслями потому что ваши мысли в первую очередь влияют на ваши чувства а ваши чувства влияют ваше настроение и на ваше поведение и ваше поведение уже вообще в целом влияет на ваши стратегии поведения по жизни поэтому друзья если вы замечаете себя на том что очень часто в вашей голове крутятся какие-то нехорошие мысли которые вас демотивируют то что я предлагаю очень простое упражнение садитесь дома и просто в две колоночки в первую выписываете все свои мысли которые есть у вас в голове а во вторую колоночку заменяете их положительными или пишите действия что вы можете сделать как альтернативное действие я желаю чтобы у каждого из вас были только светлые хорошие ресурсные мысли которые помогают вам реализовывать то что вы хотите по жизни